Купание и алкоголь несовместимы. Очередное трагическое подтверждение этого правила произошло на пляже в Нововятском районе. 23 июня утонула 18-летняя девушка. По словам полицейских, она была в компании друзей. Молодые люди пили спиртное и пошли купаться, что и привело к трагедии. Как вести себя на реке и какие меры безопасности надо знать, расскажет Алексей Иванов в своем материале. ДИКИЕ ПЛЯЖИ Как говорят спасатели, утопление может быть делом нескольких секунд, особенно у детей. Родители отвлекаются на телефоны или на разговор друг с другом, а ребенок уже скрылся под водой. Спасатели советуют следить за детьми и надевать на них нарукавники или надувные жилеты. Основной момент просим обратить на детей, чтобы дети не купались одни без присмотра взрослых. Ни в коем случае не стоит отпускать детей одних на водоемы. Исключить купание в состоянии алкогольного обвинения. Не рекомендуем купаться в местах необорудованных, то есть на несанкционированных пляжах. Купальный сезон начался сравнительно недавно, а уже забрал жизни 9 человек. Напомним, на прошлой неделе в Кирове в районе Нового моста утонули 2 человека. Мужчина пытался спасти тонущего рыбака, но погиб сам. Во вторник река забрала жизнь 12-летнего мальчика. Эти трагедии произошли в местах, не предназначенных для плавания. Понятно, что городской пляж не вместит всех желающих искупаться. Если вы все же выбрали для отдыха другое место, помните о безопасности и о том, что купание и алкоголь несовместимы. Алексей Иванов, информационный канал «Город».